Не все мужчины такие, некоторые еще хуже Мужчины воспитаны так, чтобы не слушать женщин и не воспринимать их всерьез. Мужская социализация приводит к тому, что они перебивают нас, когда мы пытаемся... Не все мужчины... Это была озвучка от XPC. Не все мужчины такие, это с одной стороны действительно так, но с другой... Мы не на кухне своих парней обсуждаем, мы говорим про научные категории, Такие, как сексизм, патриархат, маскулинность, гендерные роли, нормативные предписания для мужского поведения. Поэтому просто помолчи и послушай. Я подписываюсь под каждым словом, сказанным в видео про обратный сексизм и про ненависть к мужчинам и мачизму. Было очень много людей, которые вообще не вдуплили в это видео и не послушали дисклеймер в начале. И это забавно и немного грустно, поэтому я повторю. Я делаю видео для феминисток и профеминистов, которые хотят прояснить для себя какие-то вопросы, или закрепить какие-то знания, или повариться в феминизме лишний раз, услышать подтверждение своим мыслям и какую-то получить благодаря этому поддержку. Я не заинтересована ни в каких спорах. Я не против, чтобы противники феминизма смотрели мои видео. Я просто не хочу, чтобы вы оставляли мне какие-то комментарии. Я правда знаю, что вы против. Я слышала все мыслимые и немыслимые аргументы. Я знаю, да, ужасный феминизм. Просто идите дальше, пожалуйста. Зато в комментариях, помимо выражения благодарности, можно развить поднятые темы, кинуть побольше классных ссылок. Короче, поспособствовать дискуссии. Это приветствуется. Итак, вы ненавидите мужчин. На это может быть три ответа. Давай обнимемся. Это обратный сексизм. Не все мужчины такие. Про обратный сексизм я уже видео сделала, можете посмотреть. Оно довольно основательно объясняет, почему обратного сексизма не существует, и как вообще работает сексизм, и что это вообще такое. Итак, как можно ненавидеть всех мужчин, исходя из личного опыта? Не все они такие. Я не тупая. А вот этот ответ на обсуждение проблем женщин и не гендерно-нормативных людей тупой. Конечно же, все в курсе, что не каждый мужчина насильник и урод, как минимум по статистике. Но я знаю, что их много, и я также знаю, что насилие, объективация, домогательство и прочие проявления мачизма это все продукты патриархального сексистского общества. Ненависть к мужчинам это как ненависть к конкретным мужчинам, которые, ну не знаю, насильники, например, так и ненависть к системе и к мачизму в целом. А так как мужчины продукт социализации в нашем обществе, то в каждом из них в той или иной степени все вышеперечисленное присутствует. Конечно же, мое личное отношение полностью зависит от этой степени. Кто-то просто вызывает раздражение своими сексистскими шутками. Кого-то я боюсь и избегаю, если этот чел преследует меня до подъезда. Каждый раз, когда мужчина влезает в дискуссию о правах женщин и гендерно-нормативных людей и говорит, не все мужчины такие, на самом деле он говорит, я не такой. Ребят, ребят, он не такой. Расходимся. Плевать на миллионы изнасилованных мужьями и бойфрендами женщин, на облитых кислотой, на все наши опыты, на домогательство со стороны босса и плевать на многолетний научный дискурс. Сворачиваем, сворачиваем дискуссию. Если ненависть к мужчинам непонятна даже после просмотра видео про обратный сексизм, то вспомните свое отношение к полицейским. Даже если у вас был только один ужасный опыт с полицейским, или у вас папа полицейский, или даже если вы сам полицейский, вы ненавидите эту систему, или как минимум вы понимаете, что с ней что-то не так. Потому что сам институт полиции ужасный. Государственное монополие на насилие это вообще очень проблемная штучка по определению, даже если это задумывалось для справедливости и защиты. В реальности это совершенно логичным образом привело к злоупотреблениям и переполненным тюрьмам. Сами предпосылки института полиции привели к этому. Репрессивные санкции плюс полная монополия на их исполнение. И почему все понимают, что говорить «не все полицейские плохие» — это абсурд, а «не все мужчины плохие» — это не понимают. Кстати, почитайте про репрессивные и реститутивные санкции у Диргейма. Я в описании видео сделаю ссылку. Просто типа интересная штука. Я абсолютно не хочу полностью снимать ответственность с мужчин за поддержание патриархальной системы, но, возможно, стоит объяснить, что здесь, кроме их личного выбора, огромную роль еще играют социальные механизмы. Хороший пример, показывающий, как сама система и социальные нормы давят на индивидов, вне зависимости от их каких-то индивидуальных качеств — это тюремный эксперимент Зимбарда, по которому, кстати, недавно сняли очень клевый фильм, и там играет Эзра Миллер. Эзра. У меня почему-то кусок видео просто пропал при монтаже. Короче, про Зимбарда, что произошло. Этот чел Зимбарда — это профессор из Стэнфорда, и он дал объявление в газету о том, что типа ищем мальчиков на подработку для психологического эксперимента. Студенты-волонтеры пришли, им пообещали зарплату, обговорили условия и сказали, что отныне половина из вас будут охранниками в тюрьме, а половина — заключенными, и поселили их в условной тюрьме в подвале факультета психологии. Это были совершенно обычные нормальные люди, некоторые были прямо противниками насилия, но сама ситуация и навязанные роли привели к тому, что студенты стали проявлять садизм, насилие, и в итоге этот эксперимент был закончен раньше времени. Короче говоря, вывод такой. This is so much bigger than you. Разговор про ненависть к мужчинам — это разговор про ненависть к системе и к сексизму, а также разговор про обесценивание опыта и затыкание рта людей, у которых есть полное право на такую реакцию на угнетение. Да, реагировать на угнетение и насилие можно по-разному, и есть много этапов реакции на что-то, но ненависть — это один из них, и он также важен и валиден, как и все остальные. Не все мужчины такие никак не способствуют дискуссии. Любой контент о том, какие мужчины могут быть слабочкой, вредит дискуссии. Если ты мужчина, и тебя обижает ненависть к мужчинам, который, кстати, ничего не меняет в соотношениях власти в обществе, то тебе явно посрать на огромную проблему, потому что во первой реакции «не-не-не, я не такой», а не «хм, а почему женщины чувствуют эту ненависть? Как мне сделать так, чтобы они не чувствовали эту ненависть? Веду ли я себя как сексист? Ведут ли мои друзья себя как сексисты? Как я могу это изменить? Может быть, мне в следующий раз, когда Борька будет шутить на вписке про изнасилование, не смеяться или сказать ему что-нибудь? Хм... Я нашла клевую статью в Time, и там они сделали типа эволюцию взглядов мужчины на сексизм. Первый этап. Сексизма не существует, и это изобретение феминисток. Второй этап. Сексизм существует, но обратный сексизм по отношению к мужчинам также плох или хуже. Третий этап. Сексизм существует, но, главное, я не сексист. Четвертый этап. Сексизм существует, и моё привилегированное положение как члена доминирующей группы укрепляется благодаря ему, вне зависимости от того, сексист я или нет. Пятый этап. Сексизм существует, мое привилегированное положение поддерживается благодаря ему. Иногда я сексист, потому что я продукт социализации, и если я хочу это изменить, то мне нужно активно бороться против этой социализации. К слову, у меня есть сила и желание разговаривать с людьми, начиная только с четвертой ступени. Третья ступень — это удаление комментариев, первые две — это сразу бан. Спасибо большое, что посмотрели мое видео, я в описании сделаю всякие полезные ссылки. В следующем видео я хочу поговорить про интерсекциональный феминизм, про другие течения феминизма, про привилегии и почему вот такая реакция на ненависть к мужчинам вообще не ок. Окей, бай!